здравствуйте дорогие друзья с вами разы на лионе 2 произошла революция у нас на данный момент три лагеря из трех лагерей 2 объединились против гигана и я решил написать человеку вот из этого как раз образовавшиеся третьей стороны получилось все спонтанно и не готовился то я подготовил бы вопросы но я написал человек согласился пообщаться и как бы внести ясность тоже за третья сторона такая на лионе 2 образовалась как бы были джастис но после того как ворон решил единолично выйти с альянса как бы послужило наверное рычагом от этого всего что произошло то дальше видео разговор с рамзесом лидером этой третьей стороны привет всех интересует вопросы почему ушли от ворона вот вот это самый главный и что за альянс такой интересный слушай от ворона мы ушли на несколько причин для этого было но в основном как бы основной вообще основная причина почему вообще откуда-либо уходим это потому что мы не сходимся характерами с людьми с которыми играем мы стартовали очень давно на шестой эрике были основателями скажем так одного из сильнейших альянсов на тот момент ссср хоть мы базировались на одном сервис сервере но сил достаточно много было и в один прекрасный момент просто когда наш альянс продался скажем так наш клан решил отделиться тот момент если коротко у меня сейчас с шестой эрике со мной играет порядка там 25 человек мы играем в игру ради удовольствия не ради каких-то там пикселей скажем так в общем у нас скажем так игра друзей просто ну я понял вы просто с ребятами играем вместе и неважно там что будет как будет дальше сейчас что мы сейчас мы отделились от ворона соответственно отвалились абсолютно все до единого мои люди которые со мной самого старта играют и плюс пока играли познакомились еще с людьми составе у ворона некоторые из них снова перешли продолжают играть с нами сейчас а это кто и люди которые играли с ворон это кто именно слушайте по никам всех не назову но было у нас 25 человек сейчас нас 50 человек это вот ща клане в пве да 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 полный состав но это ваш альянс именно fair play дело касательно альянса получается что в итоге мы когда у нас начали все продаваться в альянсе justice естественно я как руководитель тогда глава клана я не мог смотреть на то как все разваливается и мои ребята плывут в никуда скажем так по течению поэтому я начал искать выходы на все сайды абсолютно и пообщался абсолютно с каждым лидером альянса большого биг сайда в клана и стал вопрос выбора сайда в который мы пойдем вот в порядка двух недель обсуждали куда идти где лучше и в итоге как бы остановились на выборе fair play и буквально вчера до вчера вроде бы мы вступили fair play и соответственно получается так что в автомате развязалась война с ребрайзами потому что есть противостояние между fair play red rice как у нас на сервере представители одного и второго сайда об истории не можешь не знаешь от йоси и кайден историю что произошло из-за чего два месяца у нас какие-то непонятки были должны ну как знаю знаю опять же из уст ребят что-то часть вида сейчас расскажу секунду давай честно балкон выйду и с телефона подсоединю себе руки просто хочется услышать историю ты что ребята рассказывают что ваши ну там как ты слышишь как ты знаешь слушай ну из того что я знаю конфликт начался чисто между и оси и малютой ну то получается у оси был твиночек мы прилетели на два нам сказали всем качать твинка кланы для хрючего соответственно все вышли и пошли качать твинка кланы до пятого левел если я так понимаю пошел качать своим твинком 74 и его слил малюта на спатье когда ее ся ему написал в личку типа ты там не припух брат я так понял не завязался интересный диалог и оси пожаловался в разделе жалобы в дискорде составил петицию но руководство написала из раздела вопросы твинков типа нас мало интересуют поэтому иди вжок и оси соответственно обиделся сказал тогда малюте конец начал щемить малюту за малюту начала впрягаться у джи соответственно оси начал щемить у джи за у джи начал впрягаться весь альянс джастис и соответственно оси начал щемить весь альянс джастис короче в целом понятно ну как бы когда этот конфликт начинался еще на собрании я поднимал неоднократно этот вопрос пытался вразумить немножко руководство что это никому не интересно противостояние с юси для таких людей ну которых сильно обидели у них наоборот игра приобретает цвет и в одно чего в одного рула как бы противостоять большому альянсу за очень даже весело тебя никто поймать не может зато ты видишь врагов везде ну другое время у тебя качи нет ну смотря кто зачем в игре понимаешь вот если у тебя цель как можно быстрее прокачаться как можно больше схрючить и потом выставиться на фан-пэй подзаработать на этом бабла то возможно да как бы для тебя эта проблема а если ты просто играешь в игру и получаешь это удовольствие то месяц посидеть без фарма но с классными эмоциями что ты мстишь ну там за какую-то свою идею мне кажется это даже хорошо ну короче пиши к выводу инновато руководство которое не могло не смогло разрешить и данную проблему как бы она должна нас объединять а в итоге не смогло ну тут видишь сейчас опять же ну картина она же повторяется все время я уже второй раз нахожусь такой ситуации когда мы выходим из большого тага и ищем себе союзников и пытаемся играть дальше каждый раз это происходит пытаемся все решить мирно даже здесь мы как бы сначала в нейтралитете сидели потом был там конфликт один когда мы вышли с тимуром с вороном который на его не играет сейчас поговорил и как бы предложил ему что мы в полный нейтралитет уходим стал вопрос ребром о дележке спотов но он у меня спросил типа как мы будем споты делить если вы будете в нейтралитете я говорю ну как мы нейтралитете вы нас не трогайте мы вас не трогаем и все довольны кто первый стал того и спот как бы тимур вернулся сказал что ребята такая политика нас не устраивает и короче вот вам вар прокинули нам вар потом что нас потом соответственно я даю команду своим людям что ну вариантов нет выходим все из клана и создаем опять свое и от ворона вышли сразу же единовременно порядка человек 15 моих ребят с которыми мы со старта играем и когда баланс сил естественно изменился не в его пользу пришлось уже идти договариваться и как бы мы вроде бы порешали что мы в нейтралитете будем находиться затем следующий ход от него получается вступление в редрайс а так как мы еще не были определены со стороной мы продолжали сохранять нейтралитет ну вот закончились все дискуссии голосования с ребятами о выборе сайда выбрали мы фейерплей и тут как бы уже извините противостояние двух биг сайдов и все со всеми вытекающим но даже в этом случае я как бы предлагал тимуру давай на боссах воевать я там всем на кланы рассылал это письмо что как бы на боссах мы воюем в афк мы не будем трогать никого кто нас не трогает в ответ пришло письмо типа удачи афк удачи написано было я понял да но сейчас сейчас что сейчас росла такой что воюем за боссов на сервере воюем везде нам не привыкать как бы каждый трансфер воевали босса поднимаем забираем все все довольны общий враг с джастисами у вас если расклад вообще помещение то получается джастисы воюют с трибуналами мы с трибуналами в нейтралитете у нас своя война с редрайзами ну так так вышло получается по лионе я понял это вы вы получается к мисс серверу не касаетесь вы не участвуете пока месть как бы в войнах нет вас это не вам держите верю нам это неинтересно мы как бы играем свою игру ради удовольствия поэтому смысл воевать на мисс сервере у нас как бы особо не мы просто щимим редрайзов везде где видимо все я понял свои цели но опять же редрайза это не прям противостояние моего клана против всего редрайза у нас как бы есть локальный конфликт на лионе и грубо говоря два филиала топсайдов воюют между собой ну то мне просто так получается мы были все в одном альянсе потом раз и тимур как бы ворон остается в меньшинстве и вы сказать непонятки вот просто вчера вот как бы йося кайден были враги а теперь они с тобой как бы но вы изначально вместе были просто произошла ты ну конфликт такая ситуация неприятно как бы контент весело кому-то весело кому-то нет то вот хотелось вести ясность и как бы целом не на что ты понимал мы с юси познакомились уже на лионе то есть на эрике 5 мы с ними особо не общались там но были пару раз там общение по поводу трейдов передачи продажи там шмоток краснухи ну то есть чисто касательно игровых моментов таких здесь когда его тикнули я с ним сразу начал списываться мне было очень интересно за что человека выкинули с альянса и почему у него так сильно горит естественно пообщавшись выяснилось что но он-то особо и не виноват он действовал соответственно с правилами альянса абсолютно так как нейтралов было запрещено трогать его слили ну то есть на его месте трина мог оказаться любой другой человек и как бы решение которое было принято в разрез правил получается сделали виноватым того человека который поступал по правилам ну отсюда как бы все это вытекающие последствия все ним там тоже есть нюансы конечно свои там если человеку нужен spot примеру то он может слить нейтрала там pvp за spot такое есть там правило я знаю даже допустим в этом раскладе но получается у нее с собой сначала никого не трогал если просто этим же твеночком которого слили начал щемить малюту если нужны подробности поэт по этому моменту тебе лучше пообщаться как раз таки съешься напрямую ясно ну целом ну все понятно просто вы не сошлись с вороном в интересах вот почему вы вышли я то я так по и понимаю ну тоже лишь интересы опять же уважаю к у всех разные интересы у нас интерес игры заключается в совместной интересной игре просто нету там какого-то глобальной цели какой-то мы себе не ставим просто комфортно играем общаемся в дискорде много людей взрослых у всех семьи после работы пришли не хочется вот эти конфликты там всякие разруливать и вот у меня коллектив собрался сейчас как раз такой который просто сидит общается и играет не вот это это я хотел услышать этот многих игроков то что все люди как бы преследует цель именно заработать на этой игре они не видят эту игру как бы чтоб там общение там pvp там захват кластера там такое ну но это уже там сильно загнул как бы захват кластера но в целом для не для людей это заработок вот как мы вот играли и топы попродавались и ты понимаешь что альянс бустил этих топов ты как бы ходил на этих рб играл и как-то получается тут и на этом заработал просто те как бы кинули выкинули просто тоже такая ситуация непонятная вот больше из-за этого у нас возникло недовольство мы все-таки решили очередной раз попробовать все построить с нуля если на старте игры у нас было все просто домой на сервер залетели там порядка человек 600 на шестой реке играла естественно пока каждый клан там гнул свою линию у всех свои правила политика были так вышло что нашли мы общий язык с многими ребятами объединились и нас было порядка там 350 человек на одном сервере в одном союзе потом с течением времени естественно появились скажем так внутри нас но нашего альянса люди которые хотели большего получать у нас там из раздела жадность почему краснуха идет туда они нам мы сейчас все перевернем все пытались что-то переворачивать все время не получалось них сил не хватало и каждый раз мы вроде как доминировали потом все это в один прекрасный момент развалилась появился альянс эрика мы остались отдельно одним планом создали альянс федерации начали бегать воевать против целого альянса ну то есть один клан воевал против 6 эрик получалось получалось ну что что воевать ну это игра была знаешь как просто игра в пвп на сервере забирали мы часть боссов потом естественно и ган еще на тот момент дженера был уснул хозяин персонажа еще был у себя на персонажа персонаж довольно таки сильный они объединились всеми топами с 6 эрике в один пак естественно не доминировали то есть мы поодиночке там их убивали но когда они вчетвером собирались в одну пачку уже было проблематично понял как бы уже мы уже не в то русло как бы идем но в целом как бы я понял целом ситуацию что произошло ты ну согласия дашь вот это выложить на youtube этот разговор да выкладывай чутки нет никаких тайм мы с его играем прямолинейно я никогда не скрываю ничего мы всем людям рассказываю как она есть на самом деле это хорошо очень хорошо то что как бы не до понятки вот изначально вот это просто как же у нас получилось сентября соды прилетели выше прилетели на войну правильно я так понимаю соты улетели и мы закрылись тут сколько я не знаю человек на этом сервере и просто хрючили играли качались при туплей ну ну в целом мне все понятно даже не знаю что еще спросить у тебя слушай ну раз уж этот на youtube все это пойдет дело я буду на правах рекламы бы за одной объявил что у нас все-таки набор идет мы набираем естественно не всех подряд разберем уже этап игры такой что малыши не сильно могут тебе помочь да и мы не можем дать многого малыша потому что надо в любом случае развивать хотя бы мидл персов как бы тех ребятка с которыми со старта играем естественно будем всеми силами подтягивать новых ребят набираем которых к себе ну желательно хотя бы 73 левел чтобы был уже на персонажа вкачан а дальше там уже не проблема разберемся основной момент мы набираем людей конкретно которые в игру пришли поиграть они ради того чтобы там заработать каких-то не знаю алмазов там денег продаться на фанпэй и тому подобное все правила у меня в дискорде опубликованы можете зайти прочитать в любой момент как бы если какие-то вопросы есть задавайте мне в личку либо любому члену клана можете задать у нас нет какой-то там диктатуры у нас полная демократия я даже назвал социализм скорее чем демократия поэтому абсолютно любой член клана писать им именно те в игре можно написать чтобы в игре не корзер zs можете в личку написать правила скинул расскажу покажу все понятно как бы спасибо тебе за то что согласился пообщаться ввести в ясность так сказать да я за что мы всегда открыты для для диалога поэтому в любой момент по любым вопросам абсолютно можем подсказать помочь по игре вообще абсолютно без разницы ладно тогда не буду тебя задерживать приятные те игры поменяется 10 раз пока трансфер придет там на трансфере что будет естественно игра покажет уже потом чем заниматься будем ну пока у нас курс простой мы собираем 100 человек сейчас нас порядка 60 и уже собрано ну 40 40 мест еще есть прибы присоединиться к вашему сообществу и двигаться вместе с нами целом вы позицию рамзеса услышали что он за человек я думаю он не врет то что за ним бы не пошел столько людей а то что будет мы увидим дальше время покажет как говорится если ты хочешь меня поддержать ставь лайк подписывайся на канал это самая лучшая поддержка для меня с вами был разы всем до новых встреч встреч а и